Если журналист на стадионе, значит он освещает какое-то спортивное событие. Но в минувшие выходные журналисты собрались на стадионе не только ради репортажей. Подробности у Ольги Пырочкиной. Мы, представители средств массовой информации, постоянно соревнуются друг с другом. К примеру, по скорости выдачи материала. Призы, любовь и внимание зрителей и читателей. Но сегодня будут настоящие медали и настоящие скорости. Уже в 77-й раз в середине сентября газета «Советская Чуваша» проводит легкоатлетическую эстафету. На дорожке, где еще совсем недавно профессиональные спортсмены бились за звание чемпионов Европы, вышли журналисты, операторы и режиссеры монтажа республиканских СМИ. Началась эстафета с VIP-забега. Временно исполняющие обязанности главы Чуваши, олимпийская чемпионка, министры, руководители региональных СМИ, районов, городских администраций. Итак, данный старт первого сзабега в 77-й легкаритической эстафете «Советская Чувашия». Поехали! Как пел Высоцкий, красота среди бегущих, первых нет и отстающих. На беговой дорожке плечом к плечу шли те, у кого в жизни совсем разные дистанции. В Рио главы Чувашии делил дорожку с главным тренером сборной России по легкой атлетике. Я пробежался с Юрием Михайловичем рядом впервые. Самое главное удовлетворение, понимаешь, в сердце наше рядом. Это здорово, это дух корпоративный, командный. Я хочу выразить огромную благодарность главе республики и также всему региону в его лице за то, что наша сборная команды страны по легкой атлетике готовилась здесь весь сезон. У нас здесь проходили огромное количество соревнований по спортивной ходьбе и отборочный чемпионат мира. Чемпионат страны проходил. Также командный чемпионат Европы. Принять командный чемпионат Европы регион принял настолько, ну не знаю, потрясающе. У нас все иностранцы просто в шоке, в хорошем шоке от этого. Они говорят, лучшего чемпионата мы просто не видели по организации и вообще по гостеприимству. Поэтому то, что делает Михаил Васильевич в плане спорта и вообще в целом для республики, это огромный плюс и огромное ему за это спасибо. Затем началась настоящая эстафета. Итак, группы команды средств массовой информации. Правилам представителям СМИ не привыкать. От того, как сработает команда, насколько быстро и правильно журналист передаст эстафетную палочку редактору и режиссеру, зависит успех гонки. В итоге команда национальной телерадиокомпании «Чуваший» на пьедестале почета с бронзой. Напутал я, как передавать правильно палочку. До этого говорил, что нужно передавать по-другому. Пошел дождь, было скользко, но мы справились. Мы почти победили. Мы команда! Кроме журналистов, на старт вышли студенты, школьники и спортивные семьи. Самым маленьким участникам едва исполнилось 7 лет. Я была когда-то больше спортсменкой, можно так сказать, занималась легкой атлетикой. Муж у меня тоже для себя занимается и хоккеем, и футболом, и чуть-чуть бегает. Дочку тоже приучаем, я думаю, чтобы все-таки были здоровыми. Своим примером надо показывать, что мы живем в спортивной республике, и каждый должен заниматься спортом, чтобы не было вредных привычек. Люди не курили, не употребляли алкоголь. У нас девиз. Мы в Чувашии живем, мы спортсменами растем. Это прививало с самого маленького возраста. У тех, кто в этот раз не получил медали, все равно осталась приятная боль в мышцах и цель на год. В следующий раз обогнать всех. Продолжение следует...